МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...на борьбе с природными пожарами. Так, на тушение лесных пожаров в Якутии направлены беспрецедентные силы. Парашютисты-десантники с разных уголков России устраняют очаги в районах республики, привлекается и местное население. Сан Сергеевич, какова лесопожарная обстановка в республике на сегодня? Как меняется площадь пожаров? Безусловно, лесопожарная обстановка у нас крайне напряженная. Прошедший июнь месяц у нас был, и мы об этом уже много раз говорили, самым засушливым практически за всю историю метеонаблюдений. Менее 2 мм осадка выпала при норме 37 мм осадков. Ну и, конечно, беспрецедентная жара, которая стояла в июне по территории западной, центральной, восточной Якутии, они привели к тому, что с конца июня у нас резко пошел вверх вал пожаров. У нас в день максимум регистрировалось 75 новых пожаров за сутки. И максимума количества пожаров, которые действовали одновременно на территории Якутии, достигло 13 июня, когда было зафиксировано 324 пожара. В этом году мы, как никогда рано, получили помощь от федерального центра. У нас работало, уже на сегодняшний день, всего проработало уже свыше 800 сотрудников авиалесоохраны из разных субъектов Российской Федерации. За весь прошлый год у нас их было всего лишь 260 человек. Хотя в прошлом году, хочу отметить, что у нас горимость была выше. Мы привлекли большие силы наших местных, всех лесопожарных формирований, специализированных силой МЧС. Конечно же, местное население и добровольцы очень нам помогли, особенности уже последние, скажем так, декаду июля. Большая помощь была нам оказана со стороны федерального центра по прямому поручению президента нашей страны, когда были переброшены сюда авиация Министерства обороны Ил-76, которые и сейчас работают в Западной Якутии. Ну и, конечно, самолеты Би-200 МЧС России, которые, в принципе, у нас с начала июня уже первые начали работать, но и в июле еще подошли два самолета. У нас, на самом деле, мощная группировка и авиации, воздушных судов, так, самолетов и вертолетов, Министерства обороны, МЧС и наших региональных авиакомпаний сегодня работает как раз и на патрулировании, и на переброске сил, и на самом непосредственном тушении пожара. В результате вот всех этих действий нам сегодня удалось сократить количество действующих пожаров с 324 до 125. Это, на самом деле, огромный труд, и я бы, пользуясь случаем, хотел бы выразить огромную благодарность всем тем, кто участвовал и участвует в тушении лесных пожаров на территории нашей Якутии. Это, на самом деле, мужество. Я вот постоянно бываю на этих пожарах, вижу, в каких тяжелейших условиях работают специализированные формирования, какую большую помощь оказывают добровольцы, которые занимаются вот окрауливанием пожаров, так, дотушиванием этих территорий. Как организована работа сил МЧС, вот наших лесопожарных формирований республиканских. Это, конечно, огромный труд, огромный риск, и вот благодаря труду этих людей мы, на самом деле, сегодня побеждаем огонь. Конечно же, большую роль сыграл, на мой взгляд, вот этот самолет Ан-26 с установкой циклон, который вызывает искусственные дожди. Он и усиливает дожди, которые идут, и вот последние дожди, которые прошли в Центральной Якутии, как раз были усилены в результате действия этого самолета, и у нас по горному району есть очень хорошие результаты. Мы сегодня можем сказать, что вот большие лесные пожары, они очень серьезно ослабли. В районе Магарас мы вообще считаем, что обстановка стабилизировалась, один из больших пожаров локализован, второй уже в стадии локализации. Очень серьезно спала опасность в районе Кюриляха и Асамы. Конечно, тревогу вызывает в районе Бяскюля, куда несколько крупных пожаров продвигается с разных сторон. Но уверен, что мы сейчас как раз уже сможем маневрировать силами и Федерального резерва, и нашего республиканского, для того, чтобы более успешно противостоять тем пожарам. По моей просьбе сейчас сюда, по решению министра природных ресурсов в страны Козлова переброшена дополнительная взрывчатка для как раз создания минерализованных полос труднодоступных районов. Она уже в эти дни начнет, эта группа, работать. И я уверен, что это тоже внесет свою лепту в дело как раз локализации пожара. Наша главная задача до 15 августа все-таки ситуацию стабилизировать. Если мы вспомним прошлый год, то как раз в начале августа произошел резкий скачок пожаров, когда практически с 3 миллионов 200 гектаров республика до 4,5 дошла буквально за 2 недели. Наша задача не допустить этого в этом году. При этом хочу особо отметить, что в этом году мы, если сравнивать с прошлым годом, как раз в результате очень большой работы, которую мы проводим именно по тушению пожаров с самого начала, мы потушили по количеству пожаров уже в полтора раза больше пожаров, почти 150 пожаров уже почти так. На общей площади в 9 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Почти полмиллиона гектаров уже потушены в результате работы как раз лесопожарных формирований и привлеченных сил в нашей республике. Поэтому я, безусловно, надеюсь, так и так же, как, наверное, на все большинство населения нашей республики, что все-таки мы, несмотря на то, что год у нас по природным условиям гораздо сложнее, чем прошлый год, мы все-таки его пройдем лучше, чем предыдущие годы. В период пожароопасного сезона тяжелая ситуация складывается не только в Якутии. Президент России Владимир Владимирович Путин провел совещание правительства страны с участием глав регионов. Вы озвучили несколько своих предложений, которые одобрил президент. Вместе с тем, на днях по поручению главы государства Михаил Мишустин провел совещание с главами субъектов Дальневосточного федерального округа по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, и в частности, паводков и природных пожаров. Какие решения были приняты в рамках данных совещаний, и как в целом изменится подготовка к следующему пожароопасному сезону? – Безусловно, несмотря на то, что наш регион огромный, количество лесов у нас почти 260 миллионов гектар, это сравнимо со всеми лесами той же Канады, и пожары у нас происходили и будут происходить, но наша главная задача, чтобы происходило как можно меньше, как с меньшим ущербом и для здоровья людей, и для самой природы, это наша главная задача. Безусловно, мы в этом году построили свою работу, особенно сегодня на первом этапе, чтобы не допустить пожары в населенные пункты. У нас 36 населенных пунктов в этом году подвергалось угрозе со стороны лесных пожаров. Мы ни одного случая как раз перехода огня на населенные пункты республики не допустили. Это, я считаю, главное достижение, потому что жизнь и здоровье людей для нас безусловный приоритет. Сейчас мы должны, конечно же, планировать, что же делать для того, чтобы в последующие годы этих пожаров было, если бы не меньше, то чтобы мы их тушили быстрее. Понятно, что на погодные условия мы воздействовать пока не можем, так как нам хотелось бы. То есть период жарких засушливых лет, по прогнозам ученых, он будет продолжаться еще. И, конечно же, в этих условиях мы должны принимать уже какие-то превентивные меры для улучшения нашей работы. Во-первых, мы приняли решение, сейчас совместно с Рослесхозом отрабатываем, чтобы у нас на постоянной основе в республике находился самолет для искусственного вызывания осадков. Я считаю, что он очень нужен нам не только с точки зрения тушения пожаров, но и с точки зрения, например, сельского хозяйства. Потому что у нас в этом году сильнейшая засуха, которая очень серьезно, конечно же, бьет по сельскому, всему селу, по показателям агропромышленного комплекса. И вот наличие такого самолета, конечно, нам очень было помогло. К сожалению, таких самолетов в стране практически нет. Вот у авиалесохраны такой самолет по всей стране один-единственный. И вот он все лето находится у нас здесь, в Якутии. Поэтому, конечно, мы хотели бы, чтобы второй такой самолет был у нас именно здесь на постоянной основе, в составе тех же полярных авиалей. Далее, конечно же, все сейчас уже понимают, что необходимо увеличивать финансирование лесной отрасли. В первую очередь, лесоохрана, охрана от пожаров. Потому что я об этом уже и президенту говорил, и в прошлом году, и в этом году повторил. И президент дал опять поручение правительству для скорейшего решения вопроса. Мы получаем 6 рублей 10 копеек на 1 гектар эксплуатационных и защитных лесов. По Дальнему Востоку это цифра 28 рублей на 1 гектар. По стране 199 рублей. Понятно, что если мы получаем даже не в разы, а в десятки раз меньше, чем другие субъекты в среднем по стране, то, конечно же, мы не можем обеспечить защиту всех лесов, которые у нас на территории растут от лесных пожаров. Своевременную и оперативную. Потому что как раз Михаил Владимирович Мишустин вчера во время совещания в Южно-Сахалинске, которое проходило, проходило оно, это совещание по поручению президента нашей страны, он особо отметил, что в Якутии в советское время было полторы тысячи авиадесантников только. Сейчас их только менее 200. Это как раз он ссылался на мое интервью в газете «Коммерсат». На самом деле, я про это говорил и говорю, что мы, конечно, авиалесохрану в постсоветское время, последовательно, рядом многих решений, принятых на федеральном уровне, конечно, поставили в очень тяжелое положение. Вот еще раз говорю, сейчас у нас в авиалесохране, на самом деле, меньше даже 200 человек работает на постоянной основе. И, конечно, надо их увеличивать. И с этой точки зрения, то предложение, которое я дал и президенту, и премьер-министру, я вчера еще раз озвучил, о создании лесопожарного центра здесь, в Якутске, на всю Якутию, потому что Якутия огромная, здесь отдельный лесопожарный центр нужен, может быть, даже с авиацией, со своими наземными какими-то службами. Я думаю, что все равно в этом направлении мы будем работать. Республика, конечно, в стране стоять не будет, мы будем помогать создавать такой центр, но я считаю, что, конечно же, здесь должно быть очень серьезное федеральное финансирование. Много говорят о передаче полномочий, но как раз здесь передача полномочий рассматривается именно в части охраны лесу. И вчера на совещании у Михаила Владимировича именно в этом контексте весь разговор был построен о том, каким образом нам все-таки наладить здесь работу. Сегодня, опять же, по многим нашим письмам, просьбам, Министерство природных ресурсов пересматривает методику, оно сделало, на самом деле, такую хорошую методику, на мой взгляд, с учетом, в том числе, региональных особенностей. Сейчас главное, чтобы в финансо-экономическом блоке проезд Российской Федерации это было оперативно рассмотрено, ну и потом какие-то решения приняты. По подсчетам специалистов, отрасль лесного хозяйства в стране требует увеличения финансирования почти в четыре раза. С 23 миллиардов нынешних до 90 миллиардов. Понятно, что такие деньги сразу, наверное, не дадут, но какой-то график по этапному увеличению финансирования, в том числе, в первую очередь, на те регионы, которые объективно находятся в тяжелой ситуации и объективно будут гореть в ближайшие все равно годы. Конечно, такой график надо делать, и я думаю, что такие решения обязательно будут приняты. Но я очень рад, что и президент, и премьер-министр наши предложения в целом поддержали, дали соответствующие поручения, и очень надеюсь, что они уже воплотятся в реальные дела. Еще одна отрасль, которая пострадала от жары, это сельское хозяйство. Важнейший вопрос – это кормозаготовка. Сухая и жаркая погода этого лета повлекла за собой низкий травостой. План по заготовке сена едва ли удастся выполнить в этом году. Каким образом будет решаться проблема кормозаготовки? Безусловно, вопросы заготовки сена, сенажа, силоса для нас очень важны с точки зрения стабильной работы сельского хозяйства, в целом стабильности на селе. Мною соответствующие поручения уже даны, и создан штаб во главе с председателем правительства Тарасенко Андреем Владимировичем, который будет лично курировать вопросы эти. Мы сегодня видим, что по ряду районов, конечно же, которые очень серьезно пострадали от засухи, план будет выполнен чуть на уровне 50%. В первую очередь это касается Тампонского района, Усть-Алданского, Аймеконского районов. Непростая ситуация в ряде Заречных районов и Вилюйских. Безусловно, будет организована работа, и уже организована и началась работа мобильных бригад на труднодоступных участках. Правительство тоже поможет и с топливом, и с финансированием для их работы. Это наша традиционная практика. Конечно же, в те районы, где будет сено заготовлено больше, чем нужно, будет организована и продажа его в другие районы. К сожалению, таких районов у нас не так много в этом году. И, конечно, мы сейчас отрабатываем вопросы поставки комбикормов, если понадобится, может быть, и грубых кормов, уже извне республики. Этим правительство занимается. В эти дни, по моему поручению, представитель правительства вылетает в Амурскую область для проведения соответствующих переговоров. Главы регионов дальневосточные уже о нашей проблеме знают, готовы поддержать. Я с соответствующим обращением также обратился и в адрес правительства Российской Федерации, и в адрес Министерства сельского хозяйства с просьбой о выделении средств, в том числе на компенсацию тех расходов, которые у республики будут возникать в ходе работы по преодолению последствий засухи, сильнейшей засухи, которая у нас сегодня имеется. Конечно же, я хочу обратиться к нашим селянам. Мы сделаем все, чтобы вот эта природная тяжелейшая засуха как можно меньше сказалась на самом нашем сельском хозяйстве. Мы сделаем все, чтобы помочь людям, чтобы люди как можно, ну, все-таки с менее маленькими потерями, так с маленькими потерями перенесли вот этот удар стихии. И в дальнейшем, конечно, эта работа вся будет на контроле у правительства и на моем личном контроле. Сейчас будет ряд совещаний организован под моим руководством, где мы по ряду районов будем рассматривать ситуацию и принимать оперативные меры с правительством для того, чтобы ситуацию быстрее как бы подправить там, где нужно еще дополнительно помочь. В течение июля практически без изменений остается и эпидемиологическая обстановка. Ежедневно в Якутии выявляют более 100 новых заражений коронавирусом. При этом продолжается и массовая иммунизация. Много ли случаев заболевания новым штаммом коронавируса в республике? К сожалению, хочу сказать, что конец июля нас не радует. У нас растет количество заболевших, новой коронавирусной инфекцией. И самое печальное, что рост идет именно среди молодежи, активной молодежи, в первую очередь по городу Якутску. У нас уже, скажем так, возрастная группа 18-29 лет, она уже составляет более 20% заболевших. И в этой целевой группе рост за последние недели, каждую неделю регистрируется рост на 25% заболевших. Это говорит о том, что те ограничительные меры, которые у нас по городу Якутску работают, они не дают эффекта. Вакцинация идет тоже медленно. И здесь надо предпринимать дополнительные меры по соблюдению тех ограничительных мер, которые есть. Поэтому внесено предложение и поддержано оно оперативным штабом, что у нас вот эти все, скажем так, учреждения общепита, другие развлекательные учреждения, они все будут работать уже в едином режиме. То есть у нас были отдельные ковид-фризоны, отдельные какие-то послабления для каких-то структур. Этого уже не будет. Все будут работать в единых условиях с тем, чтобы все-таки мы ограничительные меры по всем могли более четко требовать их соблюдения для того, чтобы волну сбить. Волна очень опасная. И с этой точки зрения я хочу сказать, что, к сожалению, у нас в Якутске и в Якутии в целом уже есть и бразильский штамм, и вот этот индийский штамм, и, к сожалению, они достаточно быстро распространяются. Сейчас именно из-за распространения вот этого индийского штамма мы связываем с тем, что у нас большое количество детей заболевших. Если раньше их было не так много, то сейчас в структуре заболеваемости дети тоже резко начали расти, и, к сожалению, дети стали болеть тоже сильнее. Мы уже имеем случаи, когда санавиация вынуждена сюда детей доставлять в наши республиканские больницы для спасения их жизни. Еще раз говорю, очень тревожный симптом. Люди как-то летом расслабились. Ну, понятно, что лето, кажется, что ковид, как всякая ОРВИ, не должен распространяться в такое время. Но, к сожалению, эта болезнь очень коварная. Много у нас разных мероприятий, все равно праздничных людьми проводятся, юбилеи, свадьбы. И, к сожалению, после некоторых из них у нас десятками людей как раз заболевает из тех людей, которые были на этих мероприятиях. И, конечно же, самая лучшая защита от всего этого – это вакцинация. Там, где вакцинация высокая, в тех районах мы случаев ковида видим крайне незначительные. Если их во многих, в некоторых районах вообще их нет. Вот. И есть районы, которые уже 100% план выполнили по вакцинации, так, ну, 60% взрослого населения, так, уже провакцинирован, например, Момский район. Вместе с тем есть районы, которые еще не выполнили даже половину. Их у нас несколько осталось, так, надеюсь, очень, что они в ближайшее время подтянутся. На самом деле их всего два района. Это Верхневлюйские и Татинские районы, которые 49% сейчас от плана выполнили. Так, ну, надеюсь, что все-таки они преодолеют план К-50. А на самом деле сейчас уже по республике 65% от плана вакцинирован. Поэтому, а ниже плана, вот 65%, у нас пока 13 районов. И здесь, конечно, нам работать, доработать. К сожалению, когда вакцины было много, так, народ особо не шел. Так, по некоторым районам сейчас вот во всей стране спрос на вакцину повысился. Вакцинация, она практически уходит в лед, так, когда поступает в регион. Ну и сейчас вот у нас, вот некоторые, например, только сейчас начинают задумываться о том, что надо вакцинироваться. Еще раз хочу сказать, что вакцинация у нас по всем районам организована. Вот, и будет проводиться. Наша задача, конечно же, максимальное количество людей вакцинировать для того, чтобы создать коллективный иммунитет. Следующий вопрос связан с наукой. Вакцинации, изучение развития северных территорий, особенностей строительства, биологической жизни, а также экологического состояния, невозможно без изучения изменений криолитозоны. Якутский научно-образовательный центр «Север. Территория устойчивого развития» стал победителем конкурсного отбора межрегиональных научно-образовательных центров мирового уровня. И как результат получил федеральную поддержку. Расскажите подробнее об этом проекте и чем он полезен для Якутии. Безусловно, развитие такой огромной территории, как наша республика, как вообще северо-восток нашей страны, оно невозможно без развития науки. Без использования самых современных достижений науки в деле освоения социально-экономического развития огромной территории. Поэтому еще в конце 2018 года у нас была идея сформулированного создания такого научно-образовательного центра мирового уровня. Мы поступательную работу начали. В конце 2019 года такой центр был здесь нами создан. И в 2020 году в первый раз мы подавались на участие в конкурсе. Как сама республика, в силу ряда причин мы тогда не прошли тот этап. Сейчас подались уже на второй этап. Подались вместе уже как совместная межрегиональная заявка Якутии, Камчатки, Чукотки, Сахалина и Магадана. Наша заявка попала в число пяти победителей этого конкурса. Участвовало 28 субъектов в данном конкурсе. Я от имени субъектов, которые подали заявку, участвовал в защите, представлял ее. Помогал мне также Владимир Викторович Солодов, губернатор Камчатки. Мы единогласно получили одобрение. И по многим направлениям я считаю, что наша наука, в первую очередь якутская наука, она, конечно же, имеет все шансы, все возможности стать именно центром мирового уровня. В первую очередь это касается вопросов, связанных с вопросами изучения изменений климата, их влияния не только на вечную мерзлоту, но и вообще на целом на нашу планету. Очень важно изучать поведение организмов, живых организмов, материалов, в условиях критически низких температур, которые у нас в Якутии есть. Безусловно, дальнейшего совершенствования требуют вопросы, связанные с природопользованием. И с этой точки зрения, вот как раз наука, скажем так, бережное природопользование, сохранение экологии, снижение выбросов в атмосферу, оно, безусловно, вот эти направления, которые есть и у других субъектов науки, и у нас в Якутии, они очень развиты, они, по-моему, возможно, их вывести на мировые уровни. Академия наук Республики Саха-Якутия у нас будет оператором этого проекта. Определено, что финансирование проекта будет за счет федеральных грантов, за счет взносов субъектов Российской Федерации, ну и, конечно, за счет привлечения средств компаний. В первую очередь, компаний-недропользователи, которые работают на территории нашей Якутии или намерены работать, ну и не только Якутии, но и других субъектов, которые входят в НОЦ. Мы считаем, что у нас очень хорошие перспективы, в том числе по самым современным технологиям, таким как, например, водородные технологии, где Сахалин сегодня заявляется на ряд таких тоже компетенций мирового уровня. Уверен, что вот это весь симбиоз, весь вся правильная работа по организации научно-образовательного центра мирового уровня «Север территории устойчивого развития», конечно же, позволит решить главную задачу – это повышение качества жизни людей в наших регионах. И наблюдательный совет, который я возглавляю, и, скажем так, непосредственно уже сами ученые, все готовы включиться. Наш Северо-Восточный федеральный университет тоже будет одним из таких ключевых участников научно-образовательного центра, ряд московских ведущих научно-академических институтов и образовательных учреждений высшего образования тоже заявили о своих планах работы вместе с НОЦЕМ. Поэтому планы у нас большие, Академия наук Российской Федерации тоже нас поддерживает, так и уверен, что вот вместе мы сможем эту работу уже в ближайшее время организовать, и уже какие-то практические результаты уже со следующего года пойдут. Немного поговорим о столице нашей республики. По национальным проектам в Якутске и пригороде строят много. Сюда входят и дороги, и социальные объекты, ну и, конечно же, Жатайское судоверфь. Также во время объезда объектов, не так давно возводимых столицей по национальным проектам, Вы сообщили о том, что в Гагаринском округе после завершения детского сада перейдут к строительству школы. В этом году какие объекты будут возведены в строй? Безусловно, развитие столицы нашей республики, города Якутска, постоянно находится в зоне моего внимания. Мы постоянно встречаемся с главой города, обсуждаем дальнейшие планы и краткосрочное, и долгосрочное развитие Якутска. Если говорить о национальных проектах, то в этом году, конечно же, главное, на мой взгляд, это беспрецедентное количество дорог, которые будут ремонтироваться в городе Якутске. В этом году поставлены план почти 50 километров. Никогда в истории города Якутска столько дорог за год не ремонтировалось. Сейчас уже значительная часть плана выполнена, практически свыше 50%, в первую очередь, пригорода города Якутска. Я вот ездил, смотрел и Хатасы, смотрел Тулагина, смотрел Марху. Ну, радуюсь, что многие, то, о чем мы мечтали, когда я еще был главой города, сегодня воплощаются в жизнь благодаря поддержке президента страны, решением которого как раз на Якутию были выделены большие средства именно по нашему проекту по безопасным качественно-автомобильным дорогам. Вижу, как преображаются эти наши поселки. И, конечно же, работа идет и в самом городе Якутске. Здесь будет в этом году один из главных объектов – это окончание строительства обездного шоссе. Конечно же, вот большое количество ремонтов, оно создает определенное неудобство. Но я вижу, что люди с пониманием к этому относятся, потому что мы в итоге должны получить качественные дороги. И здесь самое главное, конечно же, общественный контроль за проведением этих работ. Недопустимо, чтобы, к сожалению, как в прошлые годы у нас асфальт укладывали в снег. Такого мы не должны повторить. Но уверен, что городская администрация, подрядчики ее не допустят такого. Ну и работы будут проведены в срок и качественно. Это очень важно. По социальным объектам достаточно большое количество их сейчас в городе строится. Те же детские сады. Вот мы смотрели детский сад на Портовском районе. Я помню, в то время, когда там стояли сплошь аварийные дома, они все были расселены. Ну, еще вот в 12-м, 13-м, 14-м, 15-м годах. Сейчас там уже вырисовывается очень красивый новый современный квартал. И, конечно же, после того, как детский сад был построен, мы понимаем, что там напрашивается уже строительство большой школы. Территория под нее определена. Вот практически рядом с детским садом. Уверен, что этот объект в ближайшие годы начнет строиться. И на Портовской квартал – это один из самых быстро растущих районов. Вообще Гагаринский округ – самый быстро растущий округ нашей столицы. И, конечно, новые социальные объекты там нужны. Очень хорошо, что там сейчас по линии наших договоренностей с «Газпромом» строится большой спортивный объект. И построена уже современная ДК, Центр современного искусства имени Гагарина. В целом, рад, что вот эта территория очень активно преображается. Ну и в целом, по городу мы имеем большие планы его преображения в лучшую сторону, так, чтобы он стал благоустроенным, стал более зеленым. Я Евгению Николаевичу предложил, он поддерживает, что в следующем году, в год юбилея, мы, конечно, в Якутске должны возродить массовую высадку цветов. Надеюсь, что их будет уже не миллион, а два миллиона. Так, в Якутску это вполне по силу. И с этого года мы запустили программу по благоустройству дворов. Знаете, это очень важная тема, потому что для жителей, конечно, хорошее состояние от двора – это очень большой показатель социального самочувствия. Вот эта программа, к сожалению, последние годы плохо работала, но сейчас мы дополнительные средства выделили из республиканского бюджета. Город тоже выделяет средства. И вот эта программа будет рассчитана не на один год, а на несколько лет. И в рамках нее сотни дворов города Якутска должны быть преображены. В ближайшее время городская администрация окончательно проект, как называется, уже упакует, подготовит. Ну и мы его, уже сейчас многие дворы делаются, но мы ее как бы в долгосрочной уже перспективе ее уже презентуем. Ну и, конечно же, я планирую до дня города, который у нас в сентябре пройдет, уже должен быть окончательно согласован и подписан указ о развитии города Якутска, столицы нашей республики, Саха-Якутия, на период до 32-го года. Продолжен темой спорта. В первую очередь, хотели бы отметить важный для нашей республики факт, что на Олимпиаде в Токио первую золотую медаль в копилку нашей сборной России принесла Виталина Бацарашкина, 24-летняя спортсменка, мастер спорта по пневматической стрельбе из пистолета, серебряный призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро и победительница игр «Дети Азии». И в Якутске в 2012 году она победила в соревнованиях. Как вы оцениваете вклад в международных игр «Дети Азии» в развитие спорта нашей страны? – Вы знаете, «Дети Азии» – замечательный проект, который был основан нашим первым президентом Михаилом Ефимовичем Николаевым в 1996 году. И он уже дал не только нашей республике, не только нашей стране, но и миру уже, многим другим странам, уже многих олимпийских чемпионов. Виталина – это далеко не первый и, уверен, далеко не последний олимпийский чемпион, который прошел школу «Дети Азии». Конечно, очень жаль, что в свое время было принято решение о переносе игр «Дети Азии» из Якутска. Сначала хотели провести их в Монголии, потом в другой стране. В итоге все-таки сейчас приходим к тому, что в 2022 году они пройдут в Владивостоке. Но мы сейчас уже и с министром спорта Российской Федерации Матыцыным, который сюда прилетал, и с президентом Олимпийского комитета Позняковым, Станиславом, который тоже был у нас здесь в Якутске, мы проговорили, что все-таки в 2024 году надо игры проводить, и надо их проводить в Якутске. Потому что я считаю, что это огромный стимул и для развития спорта, для вообще развития здорового образа жизни. Ну и, конечно же, это огромный стимул вообще для развития инфраструктуры. В целом, мы помним, как мы к детям Азии всегда готовились, как преображался Якутск, в целом, как вся республика этот праздник воспринимала. Это же праздник для детей, причем детей со всего мира, со всей Азии. И, безусловно, Якутия этим гордится, тем, что здесь, на ее территории, этот праздник родился спортивный. И мы уверены, что должны его сделать постоянно, по крайней мере, летние дети Азии, и, на мой взгляд, должны постоянно у нас в Якутске проходить. У нас все для этого есть. И уверен, что в 2024 году эти игры Якутск наш, вообще Якутию нашу украсит. И продолжим тема игр. В июле горный район принял 21-го спорта-гиаду по национальным видам спорта, игры Мончары. Без преувеличения. Это самое масштабное спортивное событие в нашем регионе. Его даже называют, его даже сравнивают с Олимпиадой. Эльцин Сергеевич, как Вы оцениваете уровень организации игр в этом году? И как прошли соревнования? Безусловно, я хотел бы поблагодарить организационный комитет всех тех, кто участвовал в создании спортивных объектов, кто участвовал в реконструкции многих социальных объектов, в строительстве, которое проводилось в горном районе все, весь период подготовки к 21-м играм Мончары. Всех жителей горного областа, которые на самом деле искренне от души хотели этот праздник провести и смогли его, несмотря на все проблемы, на очень высоком уровне организовать. Это на самом деле дорогого стоит. Я искренне им благодарен. Праздник прошел замечательно. Ничто не смогло ему помешать. Ни ковид, ни пожара. И Вы знаете, то, что на этот наш праздник прилетели и министр спорта Российской Федерации, и президент Олимпийского комитета России вместе, это о многом говорит. Наш проект уже вошел в федеральный проект «Спорт. Норма жизни», именно как проект, который продвигает спорт в массы, национальные виды спорта. Для нас, для всех, очень воодушевляюще прозвучала новость о том, что самбо сейчас, истинно российский вид спорта, вошел уже в число тех видов спорта, которые признаются Олимпийским комитетом. Это, вы знаете, открывает нам такую дорогу к тому, чтобы наш масс-рестлинг, например, если мы будем этим всем направленно заниматься, в ближайшие десятилетия вошел тоже в число видов спорта, которые Олимпийский комитет международный признает. Ну и я там дальше, чем черт не шутит, почему бы и масс-рестлингом не стать Олимпийским видом спорта. Уверен, что все для этого у нас есть. И вот как раз вот такая популяризация через наши игры «Манчары», которые на самом деле называют Олимпийскими играми в национальных видах спорта, как раз вот эта популяризация очень нужна. И то, что прошли они на очень высоком уровне, несмотря на все ковидные ограничения. Кстати, их очень хорошо соблюдали. Мы сейчас видим, что после окончания игр в Горном районе нет никакого скачка по заболеваемости ковида. То же самое, кстати, касается и Исехова Лонхо, после которого по Олегманску тоже не зафиксировано роста заболеваемости по ковиду. Вот это говорит о том, что люди все соблюдали, делали все правильно. В результате вот игры прошли на высоком и организационном, и спортивном уровне. Насколько я помню, 4 рекорда установлены в играх. Очень хорошие результаты. Очень острая борьба шла. Я поздравляю всех победителей по разным группам. Это тоже очень дорогого стоит. И уверен, что, знаете, спорт, продвижение спорта, продвижение здорового образа жизни – это одно из важнейших направлений Года здоровья, которое в нашей республике мной объявлено. Поэтому я хочу всем пожелать здоровья в этом году. И не только в этом году, но и в целом по жизни. Чтобы мы больше занимались физической культурой, спортом, берегли себя, своих родных и близких, чтобы все у нас было хорошо. Александр Сергеевич, на этой здоровой и приятной ноте мы завершим наш разговор. Спасибо, что нашли время и пришли к нам. Желаем вам дальнейших успехов в работе. Спасибо. В нашей студии глава Якутия Исэн Николаев подвел итоги работы в июле. А мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова